Пионерский проспект, курортная артерия Анапы. Тысячи детей в день переходят эту улицу, спеша на море и возвращаясь в лагерь. Именно по этой причине движение здесь ограничено. Однако некоторые водители пользуются всевозможными спецпропусками, считая, что это законно. А что за табличка у вас на переднем ветровом стекле? Пропуск. А знаете, что правилами дорожного движения, пунктом 7.3, в приложении, как и не положено, по допуску транспортных средств и запрещено. Устанавливают предметы дополнительные. Подлинность такого пропуска ничем подтвердить водитель не смог. С обратной стороны этого как бы пропуска должна быть специальная маркировка. А ее нет. Вот еще один спецводитель Федерального агентства строительства, ехавший по полосе, выделенной исключительно для общественного транспорта. Такими же табличками пользуются и налоговая служба, и казачество. Конечно, со спецпропусками ездят далеко не все водители. Но спецоправдания нарушений правил используют большинство. Жена беременная, рожает. Как написал в твиттере Сергей Сергеев, на днях произошло ДТП с участием автомобиля, на лобовом стекле которого была табличка администрации города-курорта Анапа. Выяснилось, что выдана табличка была много лет назад, а отец участника ДТП при этом козырял удостоверением помощника замглавы администрации. Причем заместитель этот уже как лет пять у нас не работает. Табличка изъята удостоверением помощника замглавы тоже. Мэр Анапы Сергей Сергеев также потребовал от правоохранительных органов провести рейдовые мероприятия по выявлению аналогичных блатных бумажек. Как рассказали нам в администрации города, уже несколько лет ни одна служебная машина мэрии не имеет специальных табличек. А значит, если попадаются такие на дорогах, нелегальны. К анапчанам и гостям курорта мэр Анапы вышел с предложением. Если увидите такие авто на дорогах, присылайте мне фото табличек и госномеров машины в Твиттер. По всем таким фактам обязательно проведем служебное расследование. Вадим Родин, Анапа-регион. Продолжение следует...